Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы снова на канале Анекдоты Дэйкоты от Романа Коржовой! Я вас приветствую! Рад, что вы на моем канале, что вы заходите. Сегодня для вас будет небольшой сборник анекдотов, поэтому подписываемся на канал, если вам не сложно, потому что это продвигает мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии и поехали! Пациент заходит к врачу в кабинет. Врач говорит, раздевайтесь. Тот разделся, врач говорит, ого, какая задница! Пациент так смотрит, а что вы, вы точно проктолог? Да нет, я окулист, а проктолог напротив. Ну спасибо, что зашли, мне так уже надоели эти глаза. Жена жалуется мужу. Дорогой, у меня что-то случилось с телефоном. Он, да, а что случилось? Ну не знаю, разговаривала с подругой, и мы никак не можем понять друг друга. Хм, а вы не пробовали говорить по очереди? Жена говорит мужу. Дорогой, может мы попробуем как-то изменить друг другу? Ну хоть как-то тогда свяжим нашу серую сексуальную жизнь? Муж отвечает, да нет, ничего не будет. А почему ты так решил? Да потому что я уже пробовал. Встретились на улице два друга. Здорово! Он, привет. Чего такое расстроенный? Да нет, такое. Давай-давай, колись. Ну, короче, вчера на улице увидел свою жену. Шла она под ручку с каким-то хахалем. И что ты? Ты не подошел к ним? Да как я подойду? Я же в командировке. Во время пандемии муж пошел в продуктовый магазин и звонит жене. Алло, дорогая, я в магазине возле кассы. Что брать? Она, а ты в маске? Он, ну да, в маске. Бери кассу. Папа, мусор у нас есть? Он, да, надо выбросить. Ну, а ты еще должен пропылесосить. Ну, пап, дай посуду помыть. Вынос мусора надо еще заслужить. Едет влюбленная парочка в трамвае. Ну, и он ей говорит. Выходи за меня. А она. Хм, а сейчас нельзя никуда выходить? Встречает на улице мужчина-приятельницу. И спрашивает. Привет, что? Говорят, ты салон закрыла, она. Ну, да, закрыла. Что, сидишь без работы? Да нет, я занялась блогерством. Я рассказываю всем девушкам, как самой постричь мужа. Ну, и как? Ну, что очень много благодарности, все девушки довольны. А мужчины? Не, мужчины-то как? Ну, как тебе сказать? Они все равно в маске меня на улице не узнают. Ты, наверное, новости не смотришь. Сегодня, ну, день такой плохой. Ну, даже биткоин и тот упал. Вот так оправдался парень перед своей девушкой. Эх, Вадик. Женщину надо любить, как имели печку. Хм. А это как? Да как, как? Да просто не сладит с нее. Ехала девушка на авто и нарушала правила. Гаишник увидел ее, затормозил и попросил отдать ей права. На что Леночка ответила. Я не могу, это же подарок. Если ты меня поцелуешь еще раз, я буду твоей на всю жизнь. Угу, спасибо за предупреждение. Парень познакомился с девушкой в ночном клубе. Сели они за столик, он заказал алкоголь. Ну, она ему говорит. Хочу сразу предупредить. На первом свидании я кексом не занимаюсь. Он, да ладно, да ладно, ты сперва выпей, чтобы делать такие серьезные заявления. Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. Ну, обменялись они телефончиками. Он ей позвонил, переговорил. Говорит, ну давай все-таки встретимся. Она, ну давай. А где? Ну, она ему говорит, давай на площади. Ну, на площади много людей. Как я тебя узнаю? Она, да это все просто. Я буду пойти и с вещами. Жена ночью будит своего мужа. А он, Люба, что Люба? Она, какая еще Люба? Я Настя. Ой, Люба, ты мне Настя, Люба. Женщина ходит по магазину, рассматривает товар. Тут подходит к ней продавец и говорит, может вам чем-то помочь? Она, ну вот самому близкому человеку хочу подарок купить. Ну, я вам предлагаю ноутбук. Ой, ноутбук у меня уже есть. Девушка играет бильярд, долго и тщательно прицеливается, потом бьет по шару и ки как подлетит и со всего маху как ударит мужчину по заднице, который стоял рядом со столом. Ну, девушка так испугана. Ой, извините, ради бога, я хотела попасть по шарам. Он, да нет, спасибо, слава богу, лучше по заднице. Два деда поехали на рыбалку, сидят, ловят рыбку и один другого спрашивает. О, слушай, а ты не знаешь, как звали нашего соседа, который на днях помер? Мужчина должен быть как сказка, потому что у любой сказки всегда хороший конец. Сидит у врача женщина такая толстая, тучная и спрашивает. Доктор, скажите, какую вы мне диету можете назначить? Он, я вам выпишу уголь. А уголь какой? В таблетках, в порошках? В мешках. Будете вагоны разгружать. Мужик забегает в кабинет стоматолога, снимает штаны и кричит. Посмотрите, посмотрите скорее, пожалуйста, посмотрите. Ну, стоматолог охренел. Э, это вам к урологу? Да нет, я уролога был, он мне сказал идти к вам. Ну, ну давайте, хорошо, посмотрю, что у вас тут. Ого, так у вас тут блохи. Да, да, вырвите им зубы, вырвите, вырвите. Две блондинки, одна у другой спрашивает. Слушай, а что ты пищишь после приема таблеток? Она, ну как, в инструкции написано, после приема пищи. Жена говорит мужу. Дорогой, какие у нас хорошие, прекрасные, новые соседи. Ты видел, как он за ней ухаживает? Он ее и целует, и обнимает, и ласковые слова говорит. А почему ты этого не делаешь? Ты что, дурная? Да я ее совсем не знаю. Парень спрашивает у девушки. Скажи, а как тебя зовут? Она, меня, Катя. А тебе нравится твое имя? Мне очень нравится. Но есть одно но. Что такое? Меня очень раздражают люди, которые прощаются словами. Пока, Катя. Муж утром будит свою жену. Света, просыпайся. Давай просыпайся. Через 15 минут уже надо быть на работе. Она так, ты что, сдурел? А раньше, раньше нельзя было меня минут 20-30 раньше разбудить? Я же еще накраситься должна. Да не волнуйся, ты пока спала, я тебя уже покрасил. Скажи, а тебе не напрягает то, что твои одноклассники, все твои друзья уже имеют детей, семью? Да, напрягает. Ну а чем я могу им помочь? Продолжение следует...